Развитие происходит определенными этапами, грубо можно их определить в три этапа. Это свободное развитие, потом развитие на основе обетов, потом опять свободное развитие. И так как первый этап свободного развития может нам показаться естественным, но это не так. Это не так, так как он основан на неправильных идеях. На нечистом сердце, на ложных ожиданиях, на корысти, на какой-то, в общем на иллюзиях. Но есть некоторое такое ощущение своей свободы, что могу, хочу, нравится. Однако, если человек не принимает обетов, то этот этап очень быстро заканчивается и человек бросается в свою деятельность. Поэтому он должен перейти в этап обетов. Когда человек дает обеты, обеты очищаются. Как вы заметили? Появляется сразу же очищающий эффект. То есть, человек понимает, что надо. Понимаете, что надо? Надо. И вот это надо является аскезой. Эта аскеза очищает сердце. Эта аскеза проверяет бескорыстие. Эта аскеза, в общем-то, избавляет нас от иллюзий. И в определенный момент мы понимаем, что, в общем-то, несмотря на то, что надо, мы готовы это делать намного больше. И опять возвращается этап свободы. Поэтому, да, необходимо пройти через этот этап обетов. Как в любви, да, мы, конечно, любим друг друга, но надо, так сказать, оформить свой брак. Дабы быстро не закончился этот эффект любви. Поэтому мы, конечно же, можем испытывать некоторые очень яркие эмоции на первом этапе такой свободы. Но это, так и называется, этап лозного энтузиазма. Лозного энтузиазма. Поэтому он должен обязательно перерасти в обеты. И обеты делают человека серьезным. Мы говорили, необходима правильная эмоция в отношении с Богом. И эта эмоция – правильная серьезность. Серьезность. Поэтому, когда приходит серьезность, отношения становятся адекватными и происходит очищение. Поэтому человек быстро развивается. Поэтому все идет по плану. Еще вопросики. На следующий день нужно восполнить. Ну, все очень просто, да? Ну да, если вы копаете яму, и в какой-то момент не выкопали какую-то часть ямы, не нужно у нас в следующий день закапывать. Нужно покопать чуть побольше. Все очень просто. Угу. Ну, надо быть разумным. Конечно. Конечно. Мало ли что. Нужно просто, так сказать, догнать. Догнать, восполнить, восстановить. Конечно. Жизнь напряженная достаточно. Иногда не получается действовать стабильно. Ну, надо стараться. Когда человек старается за фиксием, это не считается. Когда человек расслабляется, тогда да. Нет. Человек должен стараться, но не получилось, не получилось. На следующий день докопаем свою яму, что делать. Не надо ее закапывать. А? Ничего не получилось. Угу. Нет. Надо продолжать. Продолжать. В общем-то, на этом и основана любая деятельность в этом мире. Происходят какие-то срывы. Ну, бывает такое. Делали, делали стену раз в один день. Бетон не завезли. Ну, что теперь? Весь дом ломать. Нет. На следующий день продолжим. Так бывает. Поэтому, просто надо продолжать. Продолжать, догонять. Все будет хорошо. Угу. Угу. Да, то есть он уже должен это делать, обед это некоторая формальность, то есть ставится печать на тем, что человек уже делает. Это не то, что человек берет обед делать что-то в будущем, нет, это неправильный обед. Правильный обед это подтвердить то, что уже есть. Да, вот он уже делает это, и когда он это делает, он делает это стабильно, он понимает, что он может это делать, вот тогда он берет обед это делать. в основном человек как берет обед он говорит, что с понедельника буду вставать в 5 утра беру обед и что происходит, у понедельника он спит до 9 часов а во вторник до 10 а в среду до 11 да, пробовали это не обед, это глупость обед это когда вы месяц встаете в 5 утра и через месяц берете обед, вставать в 6 понимаете? нет, в 6 и в 5 уже нормально получается это разум вот это обед все должно быть практично и разумно а если человек, так сказать, экспериментирует это некоторая бравада то есть бравада бравада, нет, это не обед это, как мы говорили, эксперимент эксперимент это материчный подход кашкезе нет, должен быть разумный подход кашкезе могу и вот беру обед все честно что значит еленоги пускают? мало есть жареной картошки? пусть едят больше жареной картошки? не знаю можно? да это уникум обостряется очень сильно это такие страсти некоторые когда человек употребляет более легкую пищу это явно более легкая пища она легче переваривается то он ведет более здоровый образ жизни и здоровый образ жизни может показаться человеку болезненным как это так поэтому наше время описывается как перевернутое с ног на голову то есть человеку становится легче он это воспринимает как как проблему это неправильное восприятие здоровья то есть человек не может воспринять здоровье думает что-то не то со мной со мной что-то не то что-то не так в основном такого не происходит то есть это естественно для человека напитаться легкой пищей это естественно для него как раз тяжелая пища неестественная когда человек уходит это тяжелая пища то эти изменения этот переход на более легкую пищу ему кажется болезненным нет это облегчающий эффект облегчение наоборот легче становится поэтому в основном это его внутренняя галлюцинация он просто находится не в том обществе если он будет находиться в обществе нормальных людей которые питаются здоровой пищей ничего он не будет замечать ни одной секунды никаких вообще изменений он не заметит все будет легче и проще то есть желудку в общем то абсолютно все равно что переваривать он способен хоть будет переваривать абсолютно спокойно просто ему легче переваривать вегетарианскую пищу она легче по собероде и освобождаются лишние силы и человек думает что это проблема просто работать надо больше работать надо больше лишние силы освободились надо больше работать все проблемы от бездель поэтому человек ходит и отслушивается в свое тело изменения какие-то начались и он делает выводы какие-то человек за себя боится принцип нашего времени это всего бояться бояться потому что вот ничего себе как же я буду жить без этого да нормально буду жить все лучше поэтому в общем то если сказать просто то для нашего пищеварения нет ни курина что там переваривать абсолютно будете бумагу ему крошить он бумагу переваривает можете багладгиты скрошить сделать багладгиты с оливками и прекрасно переваривать на спор любой из вас хотите попробовать никакой проблемой ну конечно лучше все вкусненькая не побольше в основном это просто нахождение ни в той компании в художной компании об этом так сказать и не будет ни курить все бывает просто легко поэтому принцип когда человек переходит на что-то он должен находиться в компании где уже люди перешли в новый образ жизни иначе его страхи замочат страхи замочат и люди будут помогать он будут говорить ты что-то побледнел Побледнел что-то Тебе надо крови пожарить Выпить стакан крови тебе надо Такой бледный Бледность таковского Это значит, что все силы уходят на мышление Это вот красноморбость Очень подозрительно Это значит, что вся кровь в органы пошла В активность физическую Красномордые такие люди А бледность это кафтурность Это значит, что мыслительные процессы все не задействуют Если человек, естественно, видел здоровый образ жизни У него, естественно, больше мыслительных процессов И он, может быть, не представляет из себя Кровяную машину из мышц и костей Которая должна бетон месить И мешки таскать Не обязательно Человек боится, так же, как буду жить Может что-то сделать Поэтому так, в общем-то, это такие А страхи от непонимания И в обществе разумных людей этого не будет Поэтому самое главное, в общем-то, не питание сменить А общение сменить Когда человек наменяет общение, все нормально происходит Никакой проблемы нет Он даже и не думает, чем он питается Вот все это едят, а он это ест Но потом, через месяц, он догадывается, что уже давно перешел на вегетарианское питание Даже не заметил Угу, все, краски А можно вопрос про рабочие учили? Можно? Есть у нас сотрудница, которая постоянно с ним рядом И она все время, когда с кем-то говорит И все время, когда с кем-то говорит, он все время начинает рисковать Ну, как-то, как-то защищает, что сразу без негатива меня Поддерживает вообще ничего негатива Ничего не делал позже, как-то молчишь Хвалите ее Однажды она почувствует подозрение Вы такой хороший человек, вы так все замечаете Вы так всех гадов вводите на чистую воду Вам цены нет Вам цены нет Однажды она почувствует подозрение То есть человек сначала рад А потом он начинает чувствовать подозрение Вы так здесь не то Свалите человека А когда вы хвалите человека Он начинает, так сказать Оценивать то, что он делает с реальной точки зрения Если вы ругаете человека, то он защищается А если вы хвалите человека, то он начинает все переоценивать За что меня хвалит, кто-то не ожидал Люди-то все разумны И думают, тут вроде бы Я критикую, под чем свет стоит И мне за это хвалят Мне очень интересно И это начинает некоторые процессы в сознании То есть вот этот некоторый позитив, который вы даете человеку Он помогает человеку увидеть себя немножечко со стороны Поэтому хвалите искренне, хвалите человека С вами так интересно Вы как что-нибудь расскажете Так прямо для меня целый мир Целое открытие Вот так искренне говорите Вот я жила всю жизнь, никогда не знала о людях столько А теперь вот как кажется И на человека это начинает действовать позитивно Он начинает задумываться, оправдывая ли он себя ведет Обычно он начинает молчать после этого Через некоторые время Он замолкает Ну что-то не к добру я все это рассказываю Ну как-то я что-то не к добру это все И начинает молчать Думаю, лучше не надо с ним заговорить Да, зато не к добру это все Нужно быть таким латеральным Если вы близко общаетесь с каким-то человеком И не можете нарушить это общение Нельзя прямо решать какие-то проблемы Нужно искать какие-то такие боковые пути Хитрые пути, параллельные пути Поэтому обычно вот такие неадекватные действия Но позитивные, они заставляют человека задуматься То есть вы должны оправдывать этот человек И когда вы его оправдываете в его собственных глазах Клавите его То тогда он сам начинает соображать Что что-то он сверх меры получает хорошего Что в общем-то не за что столько получать хорошего И начинает подтягиваться к стандартам хорошества Ну это надо так, да Прочувствовать надо Ну сам принцип Разобрать Текст седьмой Глава вторая Страница восемьдесят восемь Текст звучит на санскрите так Следите за мной Восемьдесят восемьдесятая страница Переводится так Я больше не знаю в чем состоит мой долг И постыдная слабость купца Лишила меня самообладания Поэтому прошу скажи прямо что лучше для меня Отныне я твой ученик И душа предавшаяся тебе Наставляй же мне Фактически начинается с ума Багавадгита И суть в том что мудрецы утверждают Что любая материальная деятельность создает человеку непреодолимые трудности В этом смысл материальной деятельности Она обязательно создает трудности И это специально так устроено Любая материальная деятельность обязательно создает непреодолимые трудности чтобы человек понял, что полагаясь только на свои силы, только на свои познания, в этом мире не выживешь. Невозможно действовать, полагаясь только на свои силы. Невозможно действовать, полагаясь только на свои познания. И мы видим, Арджуна попадает в эту ситуацию. Он понимает, все, вот до этого было все нормально. Он много чего пережил. Арджуна это великий воин, и он воевал много раз. Арджуна, он сражался, бог знает за кого, не только на этой планете, но и другие планеты его вызывали. Везде бился. Участвовал во всех войнах, которые за эти последние там, сколько там, не знаю, 30-40-50 лет прошли. Он участвовал везде. Но тут он понял, все. Своими силами дальше не получится. Все, и его здесь поставил эту ситуацию. И это подталкивает человека к принятию наставника, к принятию учителя, что помогает человеку встать на путь духовного развития. То есть это подталкивает человека к принятию кого-то извне. Это дает понимание самого принципа возвышения сознания, как принятия учителя. Человек нуждается в учителе, говорится, Багаладмите больше, чем в воздухе. Потому что только он может нам объяснить цель жизни, истинную цель жизни. Мы постоянно путаем цели жизни, постоянно путаемся, исполняем какие-то временные, никчемные задачи. И вот эта иллюзия, задача иллюзии убедить нас в том, что вторичные цели на самом деле являются первичными. То есть иллюзия путает цели. Вторичные какие-то задачи выводит на первый план. Вот сейчас самое главное, сейчас вот это самое главное. Как же ты не видишь? Вот это, вот это сейчас главное. Вот это, вот это. То есть меняет, перевешивает ценники. Ценники перевешивают. Представьте себе, что кто-то рано утром пробрался в магазин, и самых дешевых товаров ценники перевесил на самые дорогие. А самых дорогих на самые дешевые. И вот так наша жизнь. Но когда мы идем оплачивать, ничего не получается. И там штрих-код там какой-то наклеен. И уже так просто не оплатишь, нет? И человек живет в этой иллюзии, думает, вот как здорово. Как все здорово, но не получается ничего. Не получается. И если иллюзия это удается, то человек запутывается в своих собственных целях. Запутанность появляется. Запутанность в целях, задачах. И это делает его жизнь похожа на пожар. Он начинает гореть. Он не может понять, что происходит. И буквально нагревается. Нагревается. Вот этот пожар, объясняется Богородгит, и всегда возникает неожиданно. Никто его не ждет. Пожар всегда возникает неожиданно. Так и трудности всегда приходят человеку тогда, когда он их не ждет. Эти настоящие трудности. Они приходят неожиданно. Никто их не ждет, как пожар. В этом схема. И это сбивает человека с толку. Сбивает его с толку. И он бросается на их разрешение, пытается разрешать все эти трудности. Так и проходит вся жизнь в борьбе с то и делом возникающими пожарами. Вот этими, то и делом возникающими трудностями. Представьте, что ваша квартира каждый месяц горит. Горит каждый месяц. Ну, так в жизни происходит. Что-то происходит в то время. Нужно постоянно тушить, 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 тушить. Одним словом, мы все пожарники. В этом мире все профессиональные пожарники. Нужно постоянно тушить эти пожары, материальных проблем. Поэтому Богородгита рекомендует нам, проявить учителя. С этого стиха все это начинается. Только он способен научить нас решать жизненные проблемы. Кто-то сверху. Кто-то более разумный. Кто-то видящий. Приоритеты. Тот, кто знает, какие ценники где должны быть. Это некоторый такой менеджер. Он знает, где какие ценники. Учитель тот, кто знает ценность всего. Он может оценить, и он точно знает, тот ли ценник навешан или не тот. Только он может их опять развесить. И в идеале можно даже полностью избавиться от этих материальных трудностей. Полностью избавиться. Поэтому человек должен тратить все свои силы не на решение постоянно возникающих проблем, а на поиск достойных учителей. И это будет более практично. Это будет более решаемо. Это будет по-настоящему решать проблему. Это всех прикладывается только усилий, чтобы решить проблему. Но этих же усилий хватило бы, чтобы найти достойный учител. И это будет более разумное решение. Это есть мудрость. Это есть практичность. Это есть умение правильно распорядиться своей жизнью. И почему в этом стихе говорится о скупцах, вы заметили, да? Слово скупец употребляется. Очень интересно. Скупец. Потому что если человек не использует свою драгоценную жизнь, а человеческая жизнь драгоценна, если человек не использует свою драгоценную жизнь для самоосознания, он не просто скупец, он глупец. Это очень драгоценно. Наше время драгоценно. Наше тело драгоценно. Даже в принципе в рублях, если посчитать, то очень дорого стоит. Сколько сейчас, скажем, печень стоит? Очень дорого. Если все тело посчитать, то очень дорогое. Тело получает. В наших руках есть эта огромная сумма, которую мы можем заплатить за развитие своего разума. Наше собственное рождение в теле человека. Это очень ценное рождение. Это очень ценное рождение. Рождение в теле человека чрезвычайно ценно. Потому что только человеческое тело способно привести душу к вершинам самоосознания. Только в человеческом теле это возможно. Но мы экономим. Мы решили сэкономить на этой жизни. Мы решили сэкономить и тратим свою жизнь на животные потребности. Сэкономили. Сэкономили. Такие как секс, сон, еда, оборона. Тратим, растрачиваем. Растрачиваем. На ерунду. У нас есть миллиарды. А мы экономим на спичках. А мы экономим. Экономим. У нас на все должно хватить. У нас сил на все должно хватить. Думаю, когда ты скупец Скупца на compressor Скупец на Obi-Wan Называется Kripan Kripan Это человек Заболевший Есть очень интересное определение Очень интересный термин Кожной болезнью Кожной болезнью Есть такое очень интересное определение Кожная болезнь То есть Надежда на то, что его тело его защитит Что телесная концепция его защитит Что тело его защитит Тело. Его защищают материальные привязанности, материальные связи, помогут ему решить все проблемы, что какие-то тела помогут ему решить проблемы, что телесная концепция решится. Но в этом мире проблемы есть у каждого. Поэтому на кого мы возлагаем свои надежды? На тех, у кого у самого свои проблемы. Мы думаем, что нам помогут решить наши проблемы те, у кого точно такие же проблемы. Как нам могут помочь решить наши проблемы те, кто не может точно такие же свои проблемы решить? У всех абсолютно одинаковые проблемы. Абсолютно одинаковые проблемы. Как может нас избавить от старости врач, который сам стареет? Как может нас избавить от болезни врач, который сам болеет? Я грубо говорю. Как это возможно? Невозможно. Те же самые проблемы. Ну, мы надеемся на это, что может быть кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь придумает. Но если человек понимает важность своего развития, вот это из жизни, тогда он отдает свое рождение, отдает свою жизнь, время своей жизни. Науки самоосознания получают благородный статус. Благородный статус. Это называется Брамом. Есть купец, мы говорили, Крипан, а есть Брамом. Очень благородный статус. И он пользуется уважением всю оставшуюся жизнь. То есть, вот он из Крипана, из купца превращается в Брамана. Того, кто готов пожертвовать свою жизнь. В этом идее. Так мы надеемся друг на друга до тех пор, пока все не разваливается окончательно. Надеемся, 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 надеемся. Наконец-то просто разваливается. Это не что иное, как духовная лень. Есть такое понятие, духовная лень. Мы не хотим приложить даже небольшое усилие, чтобы найти настоящее решение своим проблемам. Чтобы проблема больше не повторялась. Мы решаем, проблема вновь повторяется. Решаем, она вновь повторяется. Мы даже не хотим приложить усилий, чтобы окончательно остановить проблему. Однажды один ленивый человек не умел готовить себе еду. Не хотел и не умел. И в его стране царь объявил, что все ленивые люди могут прийти в дом, в боготворительный дом и получить пищу. И пришли сотни человек, и все они сказали, о, мы ленивые, накормите нас. Мы такие ленивые. Царь сказал, что ленивых будут кормить. Здорово. И тогда царь заперекся в этом доме и сказал министрам, подожгите дом. И дом загорелся, и вдруг все эти ленивые люди стали очень активно, выпрыгивать из окон, вылазивать из дверей, все стали очень активно вообще выбегать. Сразу активность появилась, краснощекость. Все, кто находился внутри, очень быстро стали действовать, все, лень сразу прошла. Но два человека не выбежали. Они так и остались лежать на своих местах. И один из этих двух сказал другому, знаешь, что-то в моем спине становится жарко от огня. И другой человек ему посоветовал, ну, перевернись на другой блок. Чем проблема? И царь сказал, вот это действительно люди ленивые, накормите их. Остальные пусть и тут работают. Поэтому Арджуна подает всем нам очень хороший пример. Он просит принять его в ученике. Мы видим в этом стихе. Итак, с этого момента Кришна становится первым духовным учителем, который передал науку самосознания в виде Бхагавадгиты. Он принимает на себя это. А Арджуна становится первым учеником, который ее понял. Он первый, кто понял. Так они становятся первыми. И все это настолько интересно, что заслуживает нашего внимания, нашего изучения. И весь мир изучает это до сих пор. Вот этот пример Арджуны состоит в том, чтобы перестать смотреть и начать слушать. До этого он смотрел на всю эту ситуацию. Смотрел, смотрел и все. И он понял, смотреть больше бесполезно. И он принимает решение, хватит смотреть. Пора слушать. Все. Уже зрение не помогает. Нужно обращаться к слуху. И ученичество это слух, когда мы со зрения переходим на слух. Когда мы понимаем, все, глаза наши, ничего не стоят. Бесполезно. Он переходит на слух. Этот мир, это мир глазеющих. Все глазеют. Все разглядывают друг друга. Особенно представители противоположного пола. Все глазеют. Мир глазеющих. Глазеющих. Но даже животным такое поведение не очень нравится. В одном из зоопарков, в каком-то, не помню, в Бельгии, стали появляться надписи на клетках, животных не разглядывается. Почему? У них проблемы начинаются у животных. На них постоянно смотрят. Не знаю, куда деться. У них аппетит пропадает, они болеть начинают. У них депрессия начинается. Они умирают. Целый день смотрят. С большим интересом. Можно с ума сойти. Разглядывание меняет наш ум. Например, как это происходит? Допустим, в прошлой жизни женщина разглядывала мужчину. И ее ум приобрел форму мужчины. И в этой жизни она рождается мужчиной. Очень просто. Теперь это мужчина с мужским умом. И он что делает? Из-за секси разглядывает женщин. Что приводит к переформированию его ума в женскую форму. И в следующей жизни он опять рождается женщина. И так происходит из жизни в жизнь. Мы то, на что мы глазеем. Мы то, на что мы глазеем. Поэтому в восточной культуре известен принцип Даршана. Есть такое слово Даршан. Даршан. Человек должен хотя бы один раз в день увидеть форму Бога. Один раз в день пойти на Даршан. Даршан это свидание с Богом. Свидание с Богом. Увидеть форму Бога. Получить его Даршан. Даршан это свидание. То, что формирует нас. Божественное мышление. Божественный ум. Божественное создание. Сознание. Это то, что останавливает этот цикл перерождения. Потому что мы уже смотрим не на мужчин, а на женщин. Мы смотрим на Бога. На Бога. Это одухотворяет ум. Одухотворяет сознание. То есть вообще принцип таков. Этот принцип разглядывания. Разглядывают перед тем, чтобы съесть. Вообще это вот животный принцип. Сначала разглядывают, потом съедают. Вот посмотрите, как человек ест. Сначала разглядывает, потом ест. Ложку набирает, разглядывает, ест. Вы заметили? Человек с закрытыми глазами никогда не ест. Ну попробуйте есть с закрытыми глазами. Невозможно. Надо посмотреть все. Что это мне положили, да? Ложечку дать посмотреть. Съесть. То есть главное, вообще разглядывание, это процесс пищеварения. То есть глаза, они должны понять, какая пища, чтобы уже заранее начал вырабатываться нужный желудочный сок. Какие-то аферменты. Уже потом человек сначала смотрит, потом нюхает, потом пробует. Но когда он смотрит, уже понятно, что должно быть. Уже понятно. То есть это такой некоторый пищеварительный синдром. Поэтому будьте осторожны. Даже самые приятные взгляды очень опасны. Даже очень приятный взгляд очень опасен. Это похоже на то, как голодный человек в окондитерской разглядывает пирожные. Его взгляд тоже очень ласковый, мягкий. Но потом он их просто съедает до последней крошки. Развитие идет не через разглядывание. Через внимательное слушание идет развитие. Не через внимательное разглядывание. Через внимательное слушание. Вот эти материализмы отличаются от духовности. Материалистичный человек очень внимательно все разглядывает. А духовный человек очень внимательно все слушает. Очень внимательно все слушает. Что значит внимательно? Внимательно значит серьезно. Внимательно значит серьезно. Чем серьезнее слушает человек, тем больше информации он способен усвоить. И Арджуна показал этот пример максимальной серьезности Да, вот у максимальной серьезности Вы знаете, чего? Он настолько серьезно слушал, что он с одного раза понял, что Бога, вот где-то Чего я вам желаю С одного раза За 20 минут причем Сколько мы уже бьемся Дай Бог за эти три года Хочу это понять И может возникнуть интересный вопрос Почему мы говорим о философии Почему сразу не поговорить о духовном мире О любовных взаимоотношениях с Богом Ответ состоит в том, что Божественная философия не отлична от божественной любви Божественная философия не отлична от божественной любви Самые близкие любовные отношения с Богом не отличаются от изучения божественной философии Не отличаются друг от друга Но, в чем эффект божественной философии, вот эта вот философия, великая мудрость, она делает любовь к Богу стабильной. Стабильной. Бог говорит с нами на языке любви, да. Он общается с нами, но мы не слышим этот язык, мы не можем его понять, мы не можем его перевести. Мы хотим услышать только то, что нас интересует, мы не хотим услышать то, что нас просится. Он говорит прямо, мы говорили из нашего сердца с нами, но мы не хотим слушать. И философия настраивает нас на этот язык, учит нас этому языку. Наше сознание сейчас избирательно. Оно избирательно, мы хотим слышать только то, что соответствует нашим теперешним желаниям. Мы слышим только то, что хотим. Мы слышим то, что соответствует нашим желаниям. Там мне приходит много людей на консультацию. Много людей, но мало кто внимательно слушает то, что я говорю и пытается понять. Мало кто внимательно слушает. Большинство просто ищет подтверждение своим идеям. Просто ищет подтверждение, подтверждение. Поэтому консультативная практика в наше время становится очень сложной. Очень неблагодарной, очень сложной. Никому не нужна консультация, всем нужна индульгенция. Все хотят получить подтверждение своим идеям К острову сейчас вообще бесполезно ходить А островок не может докричаться через желание человека Не может Все просто хочет получить подтверждение своим желанием Если не более того Ну скажите, ну ведь, наверное, у меня все-таки написано Что я должен развести, что второй брак будет лучше Ну найдите, пожалуйста, ну на руке, ну в гороскопе Ну должна быть планета, что второй брак лучше Ну не может так быть Ну не могу я уже с этим гадом больше Ну найдите, пожалуйста Ну человек ищет, это ищет, ну ищет А лучше все, чтобы всем было брак Всем еще лучше Ну не может быть Ну да, уже написано, сколько у меня браков Ну скажите, сколько у меня браков Ну да, уже написано Ну посчитай Десять, двенадцать, сколько? Почти каждый не согласен со своим положением в этом мире Со своим местом в этом мире Поэтому пытается все сил его изменить Изменить свое положение Нам уже выделена какая-то часть этой материи Нам уже оно выделено Наше положение выделено И наша задача на эту жизнь уже выделена И смысл человеческой жизни Это не постоянно менять свое положение Перебегая, как таракан с места на место Меняет, бегает туда-сюда, туда-сюда Нет Наша задача исполнять наш долг на своем месте Оставаясь на своем месте И исполнять свой долг Стать счастливым на своем месте На том, на ком мы уже находимся И сделать других счастливыми Находясь на своем месте Не меняя положение Стать счастливым А духотворить свое сознание То есть оборудовать из своего места Некоторый центр счастья Проповедующий центр Переоборудовать надо свое место Переоборудовать Не сменить место А переоборудовать Мы можем быть партизанами Например в каком-нибудь глухом лесу Но если мы достанем рацию Мы можем связаться с любым местом В этом мире Однажды В западном законодательстве Обнаружилась некоторая прореха Которая позволяла вещать из нейтральных вод Что в нейтральных водах можно Обещать Никакой проблемы нет И множество радиолюбителей Они попыли в нейтральные воды Купили какие-то кораблики ржавые И установили там свои радиостанции Стоили 200 радиостанций образовалось И все начали что хотели Каждый на свой лад Пока все это не запретили На новом законодательстве Так и мы должны найти Свои возможности помогать другим Найти вот эту некоторую прореху Свою возможность На своем месте Помогать другим Поэтому сами мы не можем место поменять Не получится Поменять место Нам может разрешить только Бог Сами мы не можем свое место поменять Сами будем просто бегать по кругу Как заблудившиеся в лесу И постоянно натыкаясь На ту же самую ситуацию Нам будет казаться Что мы место сменили Нет Мы будем на то же самое бревно натыкаться Вновь и вновь Мы не можем сами свое место сменить Невозможно Только Бог может его сменить Сказать Все Ты на этом месте надоел Туда иди Только Он может нас перевести Сами мы не можем Такое наше сознание Мы должны быть на этом месте Однажды Среди шахтеров Проповедовал христианский миссионер И он начал пламенную речь Такую очень яркую речь Говорил шахтерам о том Что греховная личность В ад отправится Так нельзя жить И можно обрести спасение Только если ты Иисусу предашь Никак иначе И услышав имя Иисуса Один из шахтеров Попросил Какой у него порядковый номер шахтерский У всех шахтеров Есть какой-то порядковый номер На этих шахтах А у него какой номер Интересно Миссионер попробовал еще раз Он попытался описать Какие-то ужасы Ад Сказал Ад это место Где очень темно и сыро Шахтеры посмотрели на него Сказали Да нормально А что ты это спугаешь Мы там С всю жизнь вообще работаем У нас то же самое У нас шахта такая Как родная Все нормально Тогда миссионер понял Что Их представление Своей реальностью Поэтому он решил привести Другой пример Благодаря которому Они могли его понять И он сказал Ад Это место Где нет газет И шахтеры сказали Это кошмар Это кошмар Расскажите нам побольше Об Иисусе Мы не хотим в ад Это ужасно Как это без газет Это ужасно И каково же наше Истинное положение В этом случае Наше истинное положение Очень интересно В Багалагите Оно определяется Как положение Слуги Бога Положение Слуги Бога Мы можем быть В двух вариантах В этом мире Либо слугой Бога Либо его врагом Выбор очень простой Либо враг Либо слуга Либо враг Либо слуга И Афактически Каких-то серединных Вариантов нет Серединных вариантов нет Нам кажется Что это серединный вариант Но это вариант врага Это просто вариант врага Это не серединный вариант Это вариант врага И духовная практика трансформирует наше сознание врага Бога на сознание его слуги. В этом трансформация. И парадокс состоит в том, что когда человек соглашается быть слугой Бога, он тут же получает полное освобождение из материального пленка. Заказывается, что наоборот. Кажется, положение слуги это какое-то такое закомплексованное положение. Нет, наоборот, именно оно освобождает нас полностью из материального рабства. Именно оно из этих всей материальной иллюзии освобождает. И пока человек не принимает эту концепцию, он будет всячески философски доказывать, что он не должен быть слугой. Не при каких условиях, не при каких обстоятельствах. Что мы должны быть полностью свободны. Он будет проповедовать идею свободы. Идею свободы. Но идея материальной свободы это идея рабства. Мы становимся рабами своих желаний. Желания нас делают своими рабами. Мы становимся рабами своих чувств. Чувства диктуют нам, что делать. Они заставляют нас, что делать. Однажды Драупади, мы знаем, да, из Махабхараты Драупади, она объясняла Шатепхаме, как подчинить себе мужа. Всем женщинам это очень интересно. Это всех интересно. И она пыталась узнать специальные заговоры. Какие-то заговоры ты пользуешься. Как ты сейчас столько мужей, как ты с ними все справляешься. Как ты их так подчинил. Сколько их было, помните? Пять. Пять здоровенных мужиков. Кшатриев. Кшатриев. Щубаном могут убить. Щубаном. Не просто убить, а навсегда убить. Серьезы. И она бедная, тоненькая, маленькая Драупади. Она их всех руководит. Она всеми ими руководит. Они все ей подчиняются. И она спрашивает, как ты это делаешь? Заговор какой-то есть. Значит, там шепчешь, наверное. Шепчешь. На узелке. Узелке. Так что, есть такой ведьминский прием. Нужно завязать узелок где-нибудь на одежде мужа. И когда завязываешь, нашептать что-нибудь. Чтоб тебя никакой больше не видит никого. Чтоб глаз у него никого лет не вершал. Узелки на память не зря завязываются. Узелок это место жизни духа. В узелках живут привиленицы. А поэтому, если ему, так сказать, нашептать на ухо, то он будет тоже нашептывать на ухо этому человеку. Поэтому, ну, с узелками такие вещи связаны мистически. А поэтому, раньше было искусство вязания. Искусство вязания, это было мистическое искусство. Такой святерок, такие носочки женщина могла связать. Поэтому, никогда жена не разрешала, чтобы мужу что-то вязала другая женщина. А жена вязала мужу какую-нибудь там одежду. А когда он шел в бой, она заговаривала эту одежду. И она его защищала лучше, чем, конечно. Катюга, да. То есть, это такое было мистическое искусство. Им владели раньше женщины с узелками. И до сих пор можно встретить бабушек, да? Они завязывают себе на память что-нибудь. Запоминают. Узелки, это да. С узелками надо аккуратно. Ну, сейчас машинка. Оптовая, так сказать. Медитация происходит. Сам принцип. Она спрашивает, что ты делаешь? Как ты это делаешь? Как ты заговариваешь их всех? Может, настойка какая? Травы могут также делать человека послушным. Травы делают человека послушным. И травник, он владеет этим искусством. Травки, чаек им завариваешь, да, какой-то? Что делаешь? Но Дарупайди развеяла все ее сомнения. Она сказала, единственный способ подчинить себе мужа, это служить ему с чистым сердцем, ничего не ожидая взамен. Ничего не ожидая взамен этого служения. Только смиренное и бескорыстное служение может дать нам настоящие взаимоотношения. Смиренное и бескорыстное служение. И нет никакой волшебной мантры, нет янтры, кавачи. И только бескорыстное служение Богу. Бескорыстное служение. Современный человек не согласен с этой концепцией, все это ему не нравится Он прикладывает все усилия, чтобы что-то значить в этом мире Готов пойти на любые ухищрения, чтобы стать великим Чтобы хоть как-то доказать себе свою божественность Или как минимум исключительность Но не божественность, хотя бы исключительность Я могу облегчить задачу этих людей И вам тоже будет хорошее знание, как их всех успокоить Есть один признак, по которому можно точно сказать, что человек божественный Что у него есть божественная природа Знает кто-нибудь? Ну вы знаете, я просто вам сейчас напомню Есть один признак Бога, божественности Очень простой признак Такой человек может абсолютно спокойно производить золото У него нет проблем с золотом Он может производить сколько угодно золото Проблем нет Нет проблем В Индии много людей, которые называют богами Но всем им приходится чем-то торговать Благовониями торгуют, побрякушками торгуют Открытками торгуют Магазины открывают Не получается у них золото делать Не делают золота Золото это божественный металл Его может только Бог производить Человек может его только отбирать, выкапывать, выстругивать Вымывать Даже найти его не может нормально То есть вы не можете просто пойти и найти 10 килограмм золота Вам нужно все лето его трясти Видели как золото моют? Даже найти его не можете просто Найти его невозможно Но это божественная природа То есть божественная природа Это называется камень Чентамани Это божественная природа Бог просто прикасается к железу И оно становится золотом Поэтому если вы видите человека Который говорит, что он бог Какой-нибудь, я не знаю Сол страшной фамилии Гробовой Смертен Убийцев Да Вы можете его попросить Сделать из стакана золота Какая проблема? Никакой проблемы нет Все понятно Зачем он берет деньги? Если он бог Не бог никакой Для бога нет проблем делать золото Это в ведах описывается Что любого человека можно проверить на его божественность Пусть делает золото Публично Я скажу Я боксаю А Исаф Олегович Бог Вы скажете А Исаф Олегович Ну по килограммску всем раздайте Мы же не зря ходили на ваши лекции В принципе даже неплохо Нормально Если кто-то из вас бог Вы мне тоже скажите У меня есть пару задач В этом мире Нужных Финансовых Мне немножко пару килограмм не хватает На экозактрину Надо там храм В центре Москвы Выкупить еще То есть все На нескольких кирпичиков Есть задача Поэтому если что Не стесняйтесь Заходите Огост Но Вы видите Очень хороший тет Веда очень практична Будут появляться боги Миллион богов Проверяйте их Проверяйте их Скажите Дай килограммчик Какой он тет Дай миллиончик Дай миллиончик Дай килограммчик Поэтому все это такие Шахтерские боги Все что они могут Это открыть свою фабрику По производству Конфеты Продавать эти конфеты Со скидкой От государства Вымолить у государства Скидку Благотворительную Божественную скидку Было время Когда Религия В России Торговала водкой Сигаретами Со скидкой Ну это Государство Предоставило Официальные скидки Для закупа Сигарет и водки Почти половина Всей водочной И сигаретной промышленности В России Со времен Перестройки Лет пять Шла Под эгидой Религиозной Торговой деятельности Это вы знаете Это всем известно Просто это так Не очень любят Афишировать Но когда были Такие вот Яркие скидки Для религиозных Организаций Очень веселые Религиозные Организации Они торговали На всю Россию Закупали А также Были скидки На водку и сигареты Для спортивных Организаций Вот после революции Да Поэтому А половина Всей водки и сигарет Были религиозными А половина Были спортивными В общем Такой очередной Моразм Я когда Вот эту жизнь Ну когда знаешь Вот эти некоторые Так сказать Правды жизни Ну понимаешь Насколько все маразматично Просто маразматично Хочется чего-то нормального Бога Водбиту Прямо приятно читать После всего этого Прямо вот Сердце радостью обливается После вот такого Тяжелого маразма Тяжелого маразма И все еще это Ну под эгидой Борьбы с пьянством И так далее Ну вообще Абсолютный маразм Сто процентный Факт Сам принцип Поэтому Тут еще интересный момент Есть Интересный момент В том что Слуге Бога Не нужно золото В принципе Так как он дорожит Своими отношениями С Богом Для него отношения Важнее чем все Богатства этого мира Потому что эти отношения Очень ценны Очень ценны Если у человека Есть хорошие отношения И ему уже ничего не нужно Вообще В чем смысл золота В чем смысл богатства Это Богатство дает надежду Что можно купить себе Отношения Что можно купить себе Счастье Богатства дает Эту надежду Однако Любые купленные отношения Временные и двуличные Любое купленное счастье Временные и двуличные Думая Что за деньги Можно купить себе Счастье Человек становится Нищим духом Очень Интересное Определение Дается Когда человек Становится farmer Материально он автоматически становится нищим духом. Потому что думает, что сможет купить себе счастье. Если он пытается это делать, он становится нищим духом. Очень интересно дается определение. Нищим духом. Так богатство делает человека нищим. Становится нищим. Поэтому Восток рекомендует вести простую жизнь, что помогает человеку стать богатым духовно. Неважно, сколько у человека денег, много или мало, но если он ведет простую жизнь, это делает его богатым духовным. Богатым духовным. То есть отношения не покупаются за деньги. Отношения углубляются через желание пожертвовать что-то ради этих отношений. Отношения углубляются через желание что-то пожертвовать. Однажды до строительства Тадж-Махау, когда строился Тадж-Махау, был наезд один штукатур. И руководитель строительства прораб вот смотрел, как продвигаются дела и заметил, что три дня подряд этот штукатур сидел на одном месте и замешивал раствор для штукатурки. И на третий день руководитель разгневался, сказал что ты все время сидишь, мешаешь этот раствор. Какой-то тунеядец вообще. А на востоке люди спыльчивают. И поэтому тот человек, который размешивал раствор, он тоже разгневался и бросил горсть своего раствора в этого прораба. И тот увернулся и раствор попал на стену Тадж-Махау. И этот раствор был настолько хорошо замешан, настолько качественно, что его не смогли оттереть. И до сих пор это место осталось на стене Тадж-Махау. Настолько много усилий он приложил, чтобы получился хороший раствор. Эта история говорит о том, что мы должны пожертвовать всем, что у нас есть. Вложить в это свою душу, свое время, свои силы, свое положение, чтобы наилучшим образом сделать что-то в этом мире. Чтобы действительно наше дело было качественным, чтобы оно было приятным, чтобы оно было сделано, как для Бога. Не просто ради денег, действительно, это было нечто серьезное, нечто настоящее. Вложить это все в свою душу. В общем, вот так и определяется развитие человека. Чем более развитый человек, тем больше он в свою душу вкладывает. Больше он в свою душу вкладывает. Чем более материально это сказать, чем более человек материстичен, тем больше он в свой ум вкладывает, в свою хитрость, в свою изворотливость, в свою наглость. Наглость, хитрость, изворотливость. Но когда человек духовен, он вкладывает всю свою душу. Такой ручной продукт появляется. С делами руками. высокого качества. Вопросики, пожалуйста, уважательно по этому стиху. Слуга, это тот постарается, чтобы его хозяин был счастлив. А наш Бог несчастен. Он плачет по своим детям, которые покинули его. И мы очень хотим, чтобы наш Бог стал счастливым. Естественно, он источник всего счастья. Но по своим детям он плачет. И поэтому нас не устраивают эти слезы. Мы хотим успокоить его, вернувшись самим и приведя за шкирку еще пару десятков тысяч веселых детей. Насколько это возможно? Ну да. Если мы уже поняли, что Бог плачет по нам, это значит, что мы уже осознали реальность. Теперь мы еще поняли, что другие не поняли, что Бог плачет по ним. Поэтому такой человек, он пытается из-за всех сил как-то эту проблему уменьшить. Уменьшить ее. Например, если вы любите какого-то человека, у этого человека пропал ребенок, вы же будете искать этого ребенка. То есть, вы не сможете терпеть горе этого человека. Поэтому будете прилагать все усилия, чтобы ныть. У меня там у мамы одна же собака убежала. Собаки тупые абсолютно. И когда с поводка снимают, они убегают километра на три куда-то. Не задумываясь вообще, просто по прямой. видели как собаки убегают и убежала куда-то скрылась в темноте и а собаки они дорогу то обратно не находят они же не кошки у них проблемы с этим то есть она убежала и ничего не понимает ориентирование в пространстве есть некоторые проблемы это кошки хитрые у них там какой-то там компас новатый и так просто не выживешь из дома бесполезно собаки туповат то есть она убежала обернулась никого нет все незнакомого и присела сразу на задний лап и собаки злые стали из злого угодить и тени и все незнакомо и пахнет все не так и все и сразу на измене давай бежать куда-то и мать ее бегала искала кричала и все соседи стали помогать все 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 вышли стали помогать искать эту сумасшедшую собаку куда она убежала что невозможно было мама так переживала собаку и все пошли помогать все там соседи прохожие все в общем все нашли сбегали эту собаку приволокли за хвост собака там два дня из дома не выходила ни за какие деньги потому что она сначала испугалась что потерялась а потом а потом ну за ней бросилась толпа долго и догоняла то есть чтобы поймать ужас вообще такой ужас городских окраин и она в ужас ее куда-то несли потом оказалось что домой она не верила своим глазам что она выживала где во всей этой истории кошмары собой всей жизни то есть это факт если мы кого-то любим то мы не можем терпеть ситуацию потери любимого поэтому если мы действительно любим Бога мы не можем терпеть то что у Бога есть потерь что он плачет по своим потерянным душам поэтому мы пытаемся их разбудить немножко напомнить об этом вот это остается у Бога знаете очень подозрительный слугану который очень рад что Бог плачет что его Бог плачет пытается решить эту ситуацию никто бы не вернулся так это некуда деваться слушать некуда деваться всегда есть куда деваться всегда есть куда деваться можно просто отвернуться от Бога если некуда деваться человек просто отворачивается надо ели вы мне сняли вот ты для того не хочу вас видеть все это же не красиво так ну пусть лучше идут куда-нибудь и живут в своем материальном мире гвоздеют друг на друга хотя бы это сказать не оскорбляют напрямую это некоторая такая обитель для блудных детей они просто не хотят всегда поэтому что мучиться что мучиться одна недовольная душа испортит огромный счастливый коллектив знаете вот вот все будут в хорошем настроении у кого-то одного будет вот проблема вот и все и всем будет плохо ну поэтому вот так сказать духовный мир он не предназначен для недовольных материальный мир для недовольных и тут все недовольные собрались а в кругу недовольных уже задумаешься когда все вокруг недовольные трудно как-то уже приходится что-то делать развиваться поэтому это наше желание мы не хотим быть вместо своих детей ну разве родители могут удержать своего ребенка не могут просто что они говорят всегда открыта дверь возвращайся когда захочешь и так же Бог дает священные трактаты и посылает сюда святых чтобы они напоминали дверь открыта когда хотите возвращается проблем нет но никто не хочет футбол важнее хоккей важнее сколько тут дел важных досмотрим и вернемся тут надо кое-какие дева доделать поэтому мы деловые люди мы не святые люди мы деловые люди у нас дела что это за дела быть врагом Бога наше дело быть врагом Бога мы действуем вражески мы специально делаем то что просит Бог все знают что Бог просит все знают основные заповеди все знают этих специально не делают посылки например мама нам говорит пожалуйста помой вечером посуду ну пропылесось полаз ну вынеси мусор там сделай домашние задания и она приходит и это все знаете специально не сделано вот видно специально не сделано а что ты не сделал а у меня дело дело ну какие же могут быть хорошие отношения ну не будет хороших отношений поэтому слуга Бога за всех сил старается делать то что просит Бог старается делать пусть это приятно было для нашего же блага не для Его блага у Него и так все нормально Бога и так все хорошо у Него все в порядке у нас все не в порядке нужно легко догадаться что у нас все не в порядке у него все в порядке у нас все не в порядке это для нашего же блага как это все просто а вот откуда это уложение ничьи бухган потому что сейчас и должно что уложение ничьи бухган ну и два брат от Бога открыт и он попадет в праве почему здесь так далее ну это другие термины это нужно в терминах этой конфессии рассматривать и там другие термины поэтому эта цитата она не подойдет к сегодняшней лекции а в разных трактатах разные термины используются поэтому и дух имеет другое значение и нищий духом имеется другое значение то есть но будет примерно то же самое объяснение просто термин другие терминология другая уху уху ну да вот последний вставок комментарий у вас есть еще один вопрос у вас есть выявляющая что я должен тогда слышать ничьи бухган или неразумные слышь что это неразумные слышь это как-то вам выяснили что это участие в центре я вообще не думаю что это неразумные тогда неразумные слышь только для вещей для отверстики Текст номер 7, это последнее предложение. В комментарии, последнее предложение. Крипами скупцы, напрасно теряя пущу на евре. Какая строчка снизу, скажите? 90 страниц? Понял. Нерожденному. Предаться не Кришны как Личности, а Нерожденному Кришну. То есть идет речь о том, есть две концепции. Есть очень интересная концепция, которая говорит о том, что абсолютно истинно безлично. Что это просто любовь, свет и бесконечная космическая энергия. И что когда эта космическая энергия прессуется, то появляется Личность. То есть, что Личность это такая прессованная любовь. Такой пресс некоторый. Испрессовали. Да, такой сгусток энергии. Но который потом, так сказать, при определенной возможности опять растворяется. И поэтому, в чем хитрость этой концепции? Хитрость этой концепции в том, что не нужно быть слугой. Да, что нужно стать самому Богом. Нужно стать частью этого света. То есть, фактически это скрытый такой материализм, который говорит о том, что на определенном этапе ты тоже станешь Богом. Ты тоже станешь светом. Это такая скрытая, очень скрытая, очень хитрая философия. Поэтому, если вы посмотрите на плакаты. Есть у нас плакатик, где на фоне Ома. Что-нибудь. Есть. На плакатах очень интересно представлена эта философия. На них, на плакате есть определенные правила изображения. На духовных изображениях. И на них такой закон. Что главнее, то ставится сзади всего. А то, что менее главное, то спереди. Да, вот можно показать. И мы можем увидеть, что, например, иногда Бог, он ставится перед, перед изображением Ом. Очень хитрый. И сначала даже догадаться невозможно. То есть он выходит из этого аспекта света, аспекта любви, аспекта энергии. Выходит из него. Что сначала, значит, было счастье, свет, любовь. А потом из него уже выходят разные аспекты личностные. И поэтому мы тоже как личности на определенный момент должны раствориться и стать этой великой любовью. То есть фактически стать Богом. Такая ловушка. Очень хитрая. Философская ловушка. Называется она Майя Вада. В общем, хитрая философская ловушка. Да. Угу. Вы говорили о Боге. О Боге говорят. Да. Мы говорили о Боге. Что если это Божество, мы это делаем. Да. Бог. Бог может это делать. Факт. Угу. Угу. Так красиво очень. Очень красиво. Смысл? У Бога все для красоты. В этом смысл. Он самый красивый. Поэтому павлины перо это самое красивое. Из перьев, которые есть, так сказать. Самые красивые. Да. То есть это одно из самых красивых проявлений. И он использует все самое красивое. У него все самое красивое. Поэтому здесь тоже есть павлины в этом мире. Они немножко туповаты. Такие курицы конкретные. Туповатые. Очень так тяжело летают. Тяжело дыша. Прямо у них язык вываливается, когда они летят. Такая очень такая курица толстая, жирная. Туповатая курица. Кричат, как кошки. Мяу. Мяу. Кричат. Но перья очень красивая. Перья очень красивая. Самая красивая. Поэтому в этом мире они представляют тоже. Прообраз павлина. И в духовном мире тоже есть павлин. Они не такие тупые. Тут мир немножко он такой. Тут все немножко тупое. Поэтому там они нормальные. Прекрасные. Но вот это вот павлини перо это самое красивое. Поэтому это является национальной собственностью Индии. И вообще в принципе не разрешается для вывоза. Их должны собирать и сдавать. То есть это национальная собственность. Из них делают украшения. Красиво. То есть это очень красиво. Действительно. Меняют цвет. Как доллар. Доллар сделали таким переливающим. Меняют цвет. Как павлини перо. Заметили? Это вот сняли все с павлиниевого пера. Такое. Самое красивое. Переливается. Поэтому да. Это все для красоты. Красота. Да. Источник красоты. Очень красиво. Угу. Ну это да. Это уже другая история. Сейчас я не буду ее рассказывать. Былая история. Былая история. Былая история. Былая история. Ну видите. Все нельзя. Но пока можно. Можно. Да. Все выводят. Все выводят. Пока. Так сказать. У нас. Такие. Пока еще. Запад не окончательно пришел на восток. Пока можно вывозить. И пока всем все равно. что там возите. Пока их очень радует. Что вы к ним приезжаете. Оставляете у них свои деньги. Поэтому. Может и вывозить хоть целиком. Павлины. То есть. Теоретически. Как бы нельзя. Теоретически. Список очень большой. Чего нельзя вывозить. Но. Пока на это все. Закрываются глаза. Поэтому. Радуйтесь. Пользуйтесь. Очень красиво. Поэтому. Это вообще. Божественное украшение. Божественное украшение. Павлини первого. Поэтому. Это использовалось. Для царских украшений. Он. Я вовлялся. Я вовлялся. 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 Представитель Бога. Кавлини первого. Представитель Бога. Очень красиво. Очень красиво. Абсолютная истина – это совокупность всех энергий Бога. Совокупность всех энергий. Все, что представлено в Боге. Все. А верховная личность Бога – это определенная личность, из которой все эти энергии исходят. То есть это конкретизация. Абсолютная истина – это все вкупе. Все энергии Бога вкупе. Все вместе. Абсолютная истина. Все. То есть буквально все. Все божественные энергии. А верховная личность Бога – это конкретизация. То есть это точка. Вот она, конкретная точка. Вот она, верховная личность Бога. Вот она. То есть изначальная причина всех причин. Верховная личность – это источник. Да, она источник всех энергий. Уже все энергии вместе называются абсолютные истины. Вот так, например. Это как Ну как сравнить, знаете, вот директор завода И весь его завод Вот завод Включает в себя и директора И весь персонал И всю территорию, вот это завод Но на заводе есть директор Верховная личность директора Примерно так Да Не, а на лектора надо смотреть Потому что лектор передает эмоцию Он передает Он вкладывает А это уже не смотрение Это обучение Наоборот, на учителя надо смотреть Потому что он передает эмоцию Он передает эмоцию Он передает вот эту всю Всю более тонкую составляющую Передает И это не является смотрением Вот если человек вас не учит, вы к нему попадете на остановки и в глаза уставитесь, это будет подозрительно. Но на учителя надо смотреть. На учителя надо смотреть. На учителя надо смотреть. Так, да. Это немножко другой процесс обучения. Как мы говорили, процесс воспитания, обучения, руководства, они немножко отличаются от обыденных рекомендаций. Поэтому на директора надо преданно смотреть, на учителя надо преданно смотреть. И ребенок на родителей должен преданно смотреть. Это уже другая цена. Ну да, это уже другая. Это уже другая совсем. Поэтому там наоборот, смотри, в глаза говорю. Какие сегодня оценки получил? В глаза говорю, смотри. Эй, ничего, нормально. Нет, тут наоборот. Тут другая цена. Ну, это и отличается от наставления. Да. Как-то сложно вот так. Спросите у него. А я тут при чем? При чем тут я? Что значит, я должен кому-то что-то? Никого я ничего не должен. Откуда я знаю, что там другие мужчины думают? Понятия не имею. Что это вы меня так? Обобщаете меня. Не обобщайте меня. Все мужчины разные. Я вам открою страшную тайну. Что они там думают с вами, разговаривают там, несмотря на вас, я не знаю. Наоборот, тем более. Это вы у них спросите. Я не знаю, что они там думают. Да вы уж эти загадки сами разбираются. В этом и красота отношений. Это же непонятно, кто что думает. Вот. Да, вот ты думаешь. Вот что это он думает, да? Азат такой. Это вот и интересно, да? Ну вот, вот и думаете. Интересно. Вот, да, вот. Тут настолько интересные отношения между мужчиной и женщиной. Все интересно. Ну, когда мы с тем же полом разговариваем, абсолютно все равно смотрят, не смотрят. С тем же полом, когда мы разговариваем, абсолютно все равно. Да, все равно, на самом деле. Да, люди разговаривают, себя, та, 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 о. Никого это особенно не волнует. Но когда межполовое общение, все важно. Как он на меня посмотрит, или он ни разу не взглянул. Ну, а все это замечается. Это уже просто такие аспекты флирта. На самом деле, если это, так сказать, без флиртового общения никого это не волнует. Меня абсолютно не волнует, сколько раз вы на меня во время лекции посмотрели. Абсолютно мне все равно вообще. Абсолютно все равно. Хоть задом ко мне садьте. Главное, за фон заплатить. Мне все равно абсолютно. Хоть спать легче. Некоторые спят. Абсолютно все равно. Но когда флирт есть, тут все, да. Все там. Каждое движение важно. Каждый взгляд, каждая эмоция. Поэтому, если это волнует, значит, есть флирт. Если это не волнует, если это не волнует, значит, флирта нет. Очень просто в жизни. Проще никуда. Я тоже тут не хочу. Да, то есть принцип простой. Межковой принцип очень простой. Очень простой. Конечно, не будет. Это надо совсем быть лохматой. Не причесана. Женщина по определению привлекательный элемент. Она по определению привлекательный. Даже если ее в мешок завернуть, то мужчина догадается, что это не просто мешок. Что это не к добру мешок какой-то. Даже не к добру это все. Поэтому в этом это божественная привлекательность. Некоторая мешковая привлекательность, она божественная. Она специально заложена, чтобы тут было весело. то тут вообще было бы грустно, представьте планету одних женщин грустно, или планета одних мужиков что делать? непонятно а так весело столько всего, увлекательно и так и сяк и ой это некоторое такое развлечение развлечение чтоб дети рождались тоже а то никак не заставишь детей рожать так просто поэтому это вложено некоторое, вот эта привлекательность она вложена Богом специально поэтому в общем то нужно сильно постараться в общем то сильно постараться, поэтому ничего особенного в этом такого нет просто не нужно сближаться вот и все если она не хочет сближаться, она не сближается Все очень просто. Не сближайтесь. В этом проблема. Завтрак? Почему? Ну и что? У нас другой уровень жизни. Другой уровень. В одном и том же помещении разные уровни жизни. Вы заметили? Много всего. И они никак не пересекаются. И даже очень сильно удивляются. То есть это абсолютно нормально. Тут много уровней. Много уровней. Поэтому жизнь вообще всегда многоуровневая. Поэтому не обращайте внимания. Я скажу, если вдруг что-то произойдет. Поэтому завтра будет, да. Потом в субботу, воскресенье перерыв. И с понедельника опять. Перерыв будет 1 мая, да? Какого там будет перерыв у нас? Первого, девятого. Чтобы все торжественно, так сказать, отметились, где им надо. У всех родителей, бабушек, дедушек. Дачу там перекопали на всякий случай, я не знаю. А все остальные дни до 11-го часа будут лезть. И потом я торжественно уеду на месяцах. Поэтому можете расслабиться. Не знаю, у кого рабочий день. У меня средний рабочий. Я не знаю. Ну пусть перерастится. Ну мы в субботу, воскресенье отдыхаем. Да. В поддельник работаем. Первый мая. Первый мая, во вторник. Ну видите как. Первый мая, вторник. Поэтому в поддельник будет лекция, во вторник не будет, а в среду опять будет. А он суббота, воскресенье. Да. Суббота, воскресенье. Да. Суббота, воскресенье. Да? Ну поидельник он такой отъездной. для монстров отдыха. А так в субботу и воскресенье основное веселье. Есть еще распечатки? Кто-то может распечатывать? К сервису. Распечатывать. Да, вот эта программа. До распечатки Дораспечатаем. Да, обязательно воспользуйтесь. Очень веселый праздник. Угу. Какие-то еще тонкости? Разобрались? Все ясненько. Значит, завтра на сентябре заключительная лекция. Потерпите немножко.